Друзья, несколько фишек покажу. Мы назвали трансляцию секретные фишки в игре на гитаре. Давайте возьмем какую-нибудь маленькую песню, не слишком длинную, относительно популярную. И на ней 2, 3, 4, может быть, фишек я сейчас за несколько минут, сколько у нас есть, я покажу. Значит, возьмемте, давайте, для примера, песню «Листья желтые» называется. Это Лайма Вайкули еще пела. «Листья желтые» Смотрите, друзья, когда вы играете любую песню, вам необходимо определиться с тем... Да, у нас тут секретные фишки, Мурку тоже сыграем. Смотрите, необходимо определиться с тем, это как бы обучающая трансляция, с тем, чтобы вы выбрали ритмический рисунок и чтобы ритм четкий прослеживался. Вы знаете, когда на сцене кто-то играет или поет, почему хочется в ладоши хлопать? Потому что ритм присутствует. И вот когда вы мелодию любую играете, вот мы взяли сейчас для примера вот эту мелодию «Листья желтые», вот смотрите, через каждую долю, как будто бы я хлопал в ладошки, вот, два, раз и два, и поехали. «Листья желтые» Видите? Это похоже на щеточку, то есть бум, тс, бум, тс, как будто бы ударник присутствует. Значит, это первый момент. Второй момент. Необходимо мелодию, саму мелодическую линию, ее немножечко выделять относительно других ноточек. Тут что-то шипит, у нас пищит. Вот смотрите. Чайник орет. Давай, продолжаем. Да, значит, смотрите, вот мы играем. Вот какие-то ансоналы. Вот она мелодия. Видите, мелодия услышится. Это очень важно, потому что если остальные ноточки будут на такой же громкости, то мелодию вы не услышите. Это второй момент. Третий момент, когда играете, старайтесь немножечко играть с динамическими оттенками. Что-то чуть-чуть тише, какие-то ноточки, какие-то ноточки чуть-чуть громче. И знаете, вот когда человек разговаривает, он волей или неволей, когда у него дыхание заканчивается, да, он немножечко снижает, как будто бы, подачу силы. А когда он вдох взял, у него уже более громко получается разговаривать. Вот то же самое, когда вы будете иллюстрировать на гитаре, будет похоже на человеческую речь, и, соответственно, будет интереснее слушать. То есть можно сыграть все на одной громкости, как получается, как компьютер будет звучать. А с другой стороны, если вы будете играть вот... Чуть-чуть тихо, потом громче. Громко, потом тихо. Согласитесь, да, интереснее. Потом еще четвертый момент, какой можно использовать. Внедрять всякие фишечки. Ну, например, переход к следующему такту можно сделать таким образом. Видите, да, как будто... Памтово, да, 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 да. Приглушенные какие-то звуки такие. Каким образом это делается? Вы берете ладошку, прикладываете к струнам, называется palm mute, и слегка вот ладонью держите струны. И в то время, когда вы ладошкой держите, вы пальцем играете. И вот смотрите, как вызов получается. Одно дело вот так играть, а другое дело... Вот такие вот несколько советиков. Прикольно, прикольно. Да, что там есть и вопрос есть. Напишите комментарий, чтобы Саша завел перископ свой и обещал вам, потому что он до сих пор его не завел. Не завел, нет, перископ. Вот. Поставьте лайки, как вам понравилось. Он увидит, что это круто, и он захочет обязательно ввести перископ. Хоть вас немного, но все равно, я думаю, он захочет. Так, ой, я вас знаю, вы отличный учитель по гитаре. Вот, видишь, тебя уже знают. Ну, да, кто-то знает, да. Вот. Хорошо, будем тестировать перископчик. Вот, так что передаем Саше привет. Он обязательно заведет перископ, и я не знаю, я думаю, в ближайшее время сейчас приедет там и сделает.